Я постараюсь сделать такой политологический экскурс небольшой, 3-5 минут, чтобы долго вас не занять. Мой покойный папа всегда говорил, он был убежденным коммунистом и большим патриотом своей маленькой страны. Никогда не имел должностей, был честным тружеником и верил в то, что говорил, и верил в систему. Он мне говорил, что у Советского Союза есть два преимущества, он уже говорил после распада Советского Союза. Было два преимущества, которые его делали недосягаемым и очень сильным для своих противников. Первое – это социалистический интернационализм, это братство народов. Братство народов, которое дало возможность самым отсталым национальностям и народам нашей великой страны получить образование, культуру, поднять свою страну, объединить усилия для отражения общих угроз и вызовов и построить страну, которой завидовал весь мир. Это первое. И второе – он говорил, что великая заслуга советских людей – это социалистическое равенство, экономическое равенство людей, равные возможности, которые имели люди для того, чтобы поднять головы, получить образование, получить должность, несмотря на никакого вопроса национального вопроса, политического вопроса и так далее, так далее. Вот я думаю, что, конечно, конкуренты Советского Союза, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки многому научились у Советского Союза и переняли очень много очень важных вещей. И то, чем сегодня они сильны, вот опять же, решение национального вопроса и мультикультурное общество – это прородитель этого, конечно, Советский Союз. И здесь нет никакого сомнения. Хочется еще сказать вот о чем. Вот в Ереване стояла кадрирована седьмая гвардейская армия. Командующий этой армии жил у нас в доме на улице Томаняна на Каскаде. Они все жили, начиная с 60-го года и по 91-й год, когда армия была расформирована. Они жили в нашем доме. Никогда ни один из этих командующих не позволял поставить пост перед подъездом, вторым подъездом, где они жили. Жили они просто, жили так же, как и все другие люди этого дома. Мы с их детьми играли в футбол, значит, в разные игры и росли вместе. Никогда ни одним своим шагом кандидаты в члены бюро ЦК Компартии Армении, командующие генерал-лейтенанты, один за другим, жили в нашей стране. И ни разу они не дали повода для того, чтобы соседи, близкие, знакомые, жители этой улицы чем-либо плохим о них говорили, как о солдатах, о военных. Вот почему я сейчас часто об этом говорю. В последнее время мы ищем решение каких-то вопросов. Мы понимаем, что в Армении все труднее и труднее одной отражать внешние угрозы и вызовы. И все время мой взор обращается в сторону этой действительности. Нужно в Армении разместить российскую армию, полноценную армию с центром Еревани, с базами в Гюмри, в Гурисе, в Капане, в Мегри. Только наше воинское братство с Россией, армяно-российское воинское братство, дружба наших народов в состоянии нас оградить от совершенно диких поползновений наших соседей в адрес нашей территориальной целостности и нашего суверенитета. Слабое место нам уже наше известно. Мы понимаем, что одним решением итогов 44-дневной войны наш конфликт с Азербайджаном не закончился. И они будут все больше претендовать и на наши территории, и на наши земли, и поставить под угрозу реалии 1921-1923 годов. Мы понимаем, что это быстро уже не пройдет, потому что на этом построено это государство. И обращаем нас в дружбу. А где мы можем получить помощь? Помощь, если она где-либо теоретически. И, возможно, это на стороне армяно-российского воинского братства. Это в теории. Как будет справиться на практике, это как себя поведут власти Армении. Если они правильно себя будут позиционировать, этот вопрос будет решен. Если нет, тогда не говорите, что вы виноваты еще кто-то. Русские, англичане, американские, английские спецслужбы, американские политики и еще кто-то. Никого не вините. Это наша проблема. И эту проблему мы должны решить. И нечего его взваливать на чужие пречи. Хочется очень сказать о двух еще вещах. С 60-го по 88-й год Армения неустанно наращивала свой внутренний валовый продукт. По данным 89-го года, этот внутренний валовый продукт, по разным оценкам, от 6 до 8 раз превышает то, что мы имеем сегодня. По разным, это смотря по покупательной способности или как посчитать, от 6 до 8 раз советская Армения имела больше валовый внутренний продукт, чем сейчас. Гражданин Армении в 1989 году, после даже землетрясения, имел в 6 раз больше валового внутреннего продукта на душу населения, чем мы производим сегодня в нашей стране. По данным 1986 года, образовательный цель нашей страны был настолько высок, что по числу получающих высшее образование на душу населения, мы входили в первую десятку стран мира. И эта цифра, советские люди, получившие высокое образование, высшее, хорошее, фундаментальное образование, была настолько могучей, что через 20 лет после падения Советского Союза, по человеческому измерению ООН, Армения продолжала занимать по этому пункту лидирующие положения в числе первых 50 стран современного мира. Хотя материальные части вот этих всех опросов были уже очень низкими, но по коэффициенту получивших высшее и среднее специальное образование, мы продолжали занимать. И эта цифра, конечно, потихонечку спала, и сейчас этого преимущества мы уже не имеем. Последнее хочется сказать. Армения была страной великой науки. Я сын ученых, и мои родители дали мне хорошее образование. Думаю, я не оригинален. Большинство здешних, сидящих в этом зале, да и не только в этом зале людей, это дети научно-технического инженерного состава, ученых, которые дали своим детям хорошее образование, и мы не превратились в касту, как это могло быть в других странах. Когда ученые генерируют ученых, и те дальше, и так далее, и так далее. Нет, Советская Армения не дала такой возможности превратить страну в кастовое общество. Это было общество равных возможностей для всех. И люди пользовались этими развубками. Из далеких сел, там, где горела одна электрическая лампа, сидел маленький мальчик с книгами на коленях, и он знал, что он может вырасти и стать аж до академиком, аж до лидером страны. Потому что страна давала ему такие возможности. И на практике это Парус Севак, это другие выдающиеся люди нашей страны, которые пришли, заняли исключительно свое правильное место в нашем обществе, и о которых, помним, мы сегодня, даже через 30 лет после распада Советского Союза. Дорогие друзья, Путин сказал, это было 22 года тому назад, тот, у кого сердце не болит за развал Советского Союза, не имеет сердца. Но тот, кто думает, что Советский Союз можно восстановить, не имеет головы. Ну, грубо сказано, но, в принципе, правильно сказано, и все это понимают. Но мы можем в новых условиях, в эпоху Четвертой промышленной революции, сегодня серьезно объединить наши усилия для нового сполочения. Уже 30 лет мы говорим о том, что на развалинах Советского Союза образовалось две группы стран. Страны, которые не хотят нового объединения и не смотрят в сторону своего исторического прошлого для создания своего будущего. Это Украина, это Грузия, это Молдова, это Азербайджан, может быть, некоторые страны Центральной Азии. И вторая группа стран, которая видит свое будущее в новом единении, в возможности новой интеграции. Армения в этой второй группе стран. Мы эти 30 лет себя правильно дистанцировали, правильно себя позиционировали. Мы никогда не предавали Россию, и я надеюсь, что хватит ума и впредь никогда ее не предавать. Мы хотим, чтобы новое объединение было интеграцией, в первую очередь, экономических, но потом и культурно-цивилизационных наших интересов и основ. И очень верим в то, что такое новое объединение возможно. Очень верим, и что к этому готовиться надо уже сегодня, с тем, чтобы мы могли получить нашу пользу, нашу выгоду, наш интерес от этого нового объединения. Было бы глупо, если в очередной раз исторического нашего развития, в очередной виток, это объединение застало нас врасплох, и кончилось бы очень плохо для нашего народа. Это большая-большая ошибка. Очень надеюсь, что армянский народ на своих ошибках, на чужих ошибках будет думать в правильном направлении, и при новой интеграции, новом единении наших народов мы сможем получить положенные нам дивиденды, пользу, выгоду и возможность для нового развития. Спасибо вам за внимание. С наступающим Новым годом и с Рождеством Христовым. Спасибо.